Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visitasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу, коротко и по существу, сколько стоит жить в Гуа, один месяц. Например, если вы хотите полететь не как турист, а, допустим, на всю зиму, на три месяца, на четыре месяца, улететь из российских будней. Сразу скажу, если вы полетите, ну, в сезон зимой, декабрь, январь, февраль, март, это самый сезон в Гуа, самая классная погода, не жарко, не холодно, очень много туристов, и как раз в России, в Украине, в Беларуси, наоборот, очень холодно. То цены здесь будут самые высокие, ну, как самые высокие, они, в принципе, в целом недорогие. Ну, например, если вы вдруг полетите в октябре, в ноябре, или останетесь тут на апреле, вот как я имею в виду, то можете сразу скидывать от этих цен за аренду жилья, байков процент в 30. Смотрите, давайте сразу скажу, из чего состоят расходы. Расходы состоят, вот многие считают, но забывают билет. Билет на самолет, я вам рекомендую прилетать по горящим турам. Особенно можно найти себе компаньон, если вы вдвоем круто. Тур горящий на двоих, может начинаться прям от недорогих цен. После пандемии, как полетят сейчас все самолеты, очень-очень недорогие цены. Вот посмотрите, они дешевле, чем билет. Может быть, и два... Вот раньше были цены 12-15 тысяч рублей. Пусть даже сейчас таких не найдете. Ну, пусть 20 тысяч, возможно, будет 25-15. Поищите, ищите север Гуата, Марамболи, Муандра, Морджин, Вогото, Анжуна. Потому что на севере цены обычно на отеле дешевле. Просто цена горящего тура на север всегда будет меньше. И мы с вами будем жить на севере, так как здесь жилье, прежде всего, цены на аренду жилья меньше. Следовательно... Вот, вот так, наверное, меня лучше видно. Следовательно, вы будете строить меньше. Допустим, рассчитываете на самолет, так же потом можете улететь опять обратно горящим туром. В чем плюс горящего тура? Вы прилетаетесь, и вам не надо арендовать отель на сутки. У вас есть самый дешевый отель, вы вот там на 5-7 дней по туру. Вы за это время ищите спокойное жилье, байк снимаете, вам не надо тратить посуточно что-то снимать. Из чего складываются основные расходы? Аренда жилья. Смотрите, аренда жилья, есть подробное мое видео, начинается также от 8 тысяч рупий в месяц. Курс рупий к рублю, вот, переведите на день, как вы будете улетать, смотреть видео. Но курс рубля это что-то ужасное. Он постоянно летает. И был 150 рублей за доллар, и 60, и 70. Так что это говорить смысла нет никакого. Ну так вот, от 8 тысяч рупий самое простое жилье, без аэрокондиционера, например, в Кериме, самый дешевый жилье. Арамболь чуть подороже, дальше идет мандра, машин, морджин, вот так вот они дороже, 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 дороже. То есть комфортный жилье, вполне комфортное, можно найти 15 тысяч рупий. Если кому интересно, вот такое жилье за 15 тысяч рупий вместе я снимаю. Вот оно. То есть здесь есть одна такая небольшая комната, коридор, кухня, где можно готовить вай-фай. Все коммунальные платежи, сам прикольный, включен. То есть и вода, и свет, и газ, все цивильно. Все удобно. Для семьи, например, какой-нибудь, ну две комнаты там, холл 20 тысяч, а 20 тысяч рупий, 20-30 тысяч рупий, нормальный дом, 2-3 комнатные квартиры. Я сейчас снимаю второй этаж дома, у меня там 3 комнаты, кондиционер, выходит 20 тысяч рупий, что очень прикольно. Обычно все коммунальные услуги туда включены. Кто-то может добавить, поставьте баллон газа, купить там за полторы тысячи рупий. Вот это максимально. То есть свет, все обычно, все включено абсолютно. Поэтому у вас это фиксирована не цена. Ну, допустим, если я, ну, говорю, максимальный бюджет от 10 тысяч рупий, скутер от 3,5 тысяч рупий до 6, в зависимости от того, где вы снимаете, например, в Чиппоре, там, в Анджуни, в Вагаторе, они подешевле, скутеры в Морджине, там, подороже. И, например, если вы вдруг в Новый год приедете, тоже рассчитываете, что цена будет в это время дорогая, на месяц вам мало кто сдаст. А если вы не собираетесь ездить на дальнюю расстояние, ну, дальнюю расстояние, я считаю, там больше где-то сотки километров, а все, что в пределах меньше сотни, это там 60, 40, 50 километров, вы в пределах Гоа проедете вот на таком байке спокойно. Ну, 4-5 тысяч, давайте 5 вот возьмем, вдруг вы не найдете за 8 тысяч, за 3,5, самый дешевый вариант. Я уже говорю такие, 10, 5, 15 тысяч рупий, там, простая комната у вас, и 5 тысяч нормальный скутер, 15 тысяч рупий. Смотрите, бензин дорогой, поэтому я не говорю про машины, ездить на машине неудобно, дороги узкие. Ну, машину ездить на 1-2 дня, вот, кто-то берут, есть у меня знакомые, у них куплено машин, но ездить неудобно. Дороги узкие, бензин дорогой, свыше 100 рупий за литр. А скутер, он ест очень мало бензина, потребляет, и вы будете тратить, ну, заправлять на 2-3 литра и ездить несколько дней, если далеко не выезжать. На бензин, на скутер рассчитывать далеко не ездить, 1000 рупий в месяц, куда-то ездить, планируете поездки не каждый день, ну, 2000 рупий в месяц. Так у нас выходит 10-15-17. Смотрите, цены в магазинах очень доступны, фрукты начинают в 40-50 рупий за килограмм, молоко пол-литра 25 рупий, там хлеб, буквально булочка может 5 рупий стоить, ну, 10 рупий на хлеб. То есть цены доступны. Вот такой пакет молока 450 миллилитров стоит 20 рупий, то есть 20 рублей. Что мне нравится в Индии, вот есть такие маленькие пузырьки всего, вот есть паста за 20 рупий, ну, какой-то крем за 10. Вот очень удобно, если на раз надо особенно взять, вот прям очень удобно, прям в индийских. Вот сейчас куча вот шампуня одноразовых по 4 рупий всего, и что, 4 рубля, если вам на раз с собой взять, причем Гималайя, хороший шампунь, хорошая фирма. 4 рупий, 4 рубля. Таких вот мелких вещей очень-очень много продается полезных, гели там всякие какие-то, зубные пасты. Вот печенье 5 рупий, что прикольно, в магазине всегда цена пишется, то есть она стандартная, как вот раньше в Советском Союзе было, ее нельзя выше. Вот если она написана 5 рупий, он вам не продаст ее за 10 или за сколько-то. Вот печенье 5 рублей стоит. Вот побольше пачки 10, вот, например, вот эта 10. Кто-то так вот питается здесь. Есть, в принципе, какие-то полуфабрикаты даже. Если хотите, может тоже купить. Допустим, 5-литровая бутылка воды, как в России, 65 рупий. То есть что-то меньше, что-то так же стоит. 65 рублей. Единственное, что здесь дороже, это шоколад, ватные диски, у них ваты нет. Средства гигиены, у вас выйдут средства гигиены. Есть очень много, в том числе классно, мне надо с собой даже брать, маленьких шампуней, небольших шампуней. Причем у них очень много натуральных шампуней, там средств для ухода, гелий для душа, лосьонов и местных фирм. Гималайя, например, очень популярны. Патанжали, аэровидическая фирма, они здесь дешевые, там, 60-80 рублей, ну, 150 максимум, я хороший беруся гель для душа. Но на средства гигиены, поэтому вы потратите на 500 рублей в месяц. На такие основные гель для душа, мыло, шампунь, что-то еще. На продукты я бы рассчитывал потратить, если вы готовите сами, то можно спокойно потратить 20 тысяч рублей в месяц. Килограмм курицы 120 рублей, яйцо, например, если вы в чикен-центре берете, 67 рублей, в магазине, в супермаркете 10. Вот поэтому цены тоже отличаются. Курицу лучше брать в чикен-центре, а на 120-140 рупий стоит. За мясом, кстати, за говядиной надо ехать либо в кафе, либо ехать. Говядина не особо в магазинах часто продается в МАПС на рынок. Сна и продукты, ну, я не был, у меня есть отдельный видео, я там разбираю продукты, что, сколько стоит. Просто, в общем, скажу, 20 тысяч рупий, получу 30 тысяч рупий. 10 плюс 5 плюс заправка, 16 тысяч скутер плюс 500, там, средства гигиены, 16 500 плюс 20 тысяч еда. Ну, кто поэкономит, у меня и за 15 тысяч как-то люди готовят. В принципе, можно купить еды. Смотрите, сотовая связь где-то от 250 до 350 рупий оператора Vodafone, Airtel, Geo, Airtel, Geo, даже лучше. Вот, примерно цена полтора гигабайта, 20,5 гигабайта. Подробные видео тоже есть, но это 300 рупий в месяц у вас будет уходить на интернет. Шорты, футболка, вот, летняя одежда, 200-300 рупий. Ну, тоже вот, спокойно просят, когда одеться в какое-то платье, может выходить 1000 рупий в месяц дополнительно. Любителям местной одежды здесь можно как раз спокойно походить и выбирать. Кстати, торговцы не такие приставучие, например, более спокойные. А вот 35-40 тысяч рублей рупий в месяц, не буду говорить. Раньше было рупий к рублю один к одному. Эту, ну, я не хочется вообще говорить про российскую палить. К сожалению. Вот, поэтому посчитайте курс рупий к рублю на момент повестки. Вот так коротко вам надо 35-40 тысяч в месяц для того, чтобы жить под пальмами, под солнцем, на море, в Гуа. Кто-то говорит 20 тысяч рупий. Дождь, я смотрел, типа 20 тысяч рупий. Ищите жилье за 7-8 тысяч рупий. Такое бывает. Люди не арендуют байк. Просто в пешей доступности, ну, например, девушки живут в Арамболе, до моря. 7 тысяч рупий жилье. Ну, или еще другой вариант снять жилье хорошее, 15 тысяч, ну, у меня даже вот 20 тысяч хорошее жилье. Там две комнаты, две спальни, можно поделить на двоих 10 тысяч рупий. То есть мы берем 7 тысяч рупий, байк не нужен. Ну, экономят, девушки готовят сами, им там экономят максимально. Ну, я не готовлю сам. Шанти-кафе. Здесь снимался еще эпизод из Орла и Решки. Вот, например, фиш, тали. То есть тали – это из рыбы. 100 рупий. То есть рис, рыба. Ну, очень такое блюдо питательное. 100 рупий. Чикен тали – 140 рупий. Вегетарианской тали – 80 рупий. Выходит, допустим, ну, и даже 20, я не считал, где 25. Ну, это вот максимально. 17 плюс, допустим, ну, вот у вас 7, ну, средства гигиены там, ну, 8-9 жилье, средства гигиены. Скутер не нужен. Да, 15 тысяч, еще прибавить 25 тысяч. Это при максимуме, ну, такое, как при экономном жилье, 25 тысяч. Как раз забыл еще одну статью расходов. Вот я как раз постригся сегодня. Если вы едете не на один месяц, а на несколько, то стрижка. Ну, рассчитывайте, вот смотрите, если вы удался, будет стричься, там 100-200 рупий. Но я вам покажу. Я даже сам туда не хожу, но мне там не хочется на улице, в грязных местах. Вот особенно девушкам будет выходить несколько тысяч рупий, потому что местные специалисты, специалистки их просто нету. И все ходят стричься к русскоязычным. И даже индийские девушки стали понимать, что, ну, что им надо делать местные. Стали ходить к русскоязычным. Спрос на их услуги очень большой. Поэтому стоит, ну, там, какой-нибудь процедуру с волосами несколько тысяч рупий. Поэтому что я вам рекомендую? Постригитесь заранее до отъезда, если на один месяц вам хватит. А если на несколько, то рассчитывайте, что потратите несколько тысяч рупий. Особенно девушки, ну, моя стрижка вот вышла около тысячи рублей. Ну, если постричься там у индусов, это вышло 150 рупий, 100. Но я на улице не хочу стричься. На улице, когда там непонятно какие условия для стрижки, рядом машины ездят, пыль, грязь, ну, желаний нету. Вот у специалистов цены такие. Смотрите, контакт хорошего специалиста. Это Елена зовут, у которой сам постоянно стригусь. Ну, вот в этом сезоне я оставлю ниже. Если хотите, обращайтесь. Там по ценам она вас корректирует и скажет, так как стрижки разные, если не хотите на улице стричься индусов. Рупий в месяц. Ну все, всем пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если вам нужны мои личные консультации, там тоже будет номер и условия, по которым можно обратиться. Либо задавайте вопросы под этим видео. С вами был Борис Искалов, сайт виза-сам.ру. Колокольчик, кнопочка тут. Не забывайте, чтобы получать уведомления о всех новых видео, со всеми советами, вот такими секретами, которые я записываю с места событий. И кнопка подписаться. Ну все, пока-пока. С вами был Борис Искалов, сайт виза-сам.ру. До встречи в следующих видео. Если вы подпишетесь, они будут регулярно к вам приходить. Из разных стран.